доброго времени суток моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем доброго доброго времени суток он там у меня уже рассада моя всякая разная занимаюсь работами садовыми и не только садовыми и только что прошел дождик и такая свежесть ветерочка вообще нет вечереет красота необыкновенная вот что я вам хочу сказать все растет все радует глаз все пробуждается что-то уже давно пробудилась что-то сейчас прям пробуждается красота красота сейчас пойду на кухню с вами схожу мне нужно кое-что взять и как я обещала рассказать вам про продукты с кислыми свойствами именно те которые закисляют организм пошлите так сейчас лужи эти надо тоже вымести смести убрать где были лужи цепку убирала так идемте на кухню тут у меня уже я повыносила коробки здесь это мой велик это моего мужа велик мы сейчас часто часто ездим катаемся ну уже кто знает здесь теннисный стол надо мне его отсюда от тарабанить подальше в теннис мы играем и великие теннисисты скажу я вам видите насколько разносторонние развитые бывает не до развития бывает разностороннее развитие так пошли сейчас я открою отключу сигнализацию так мне нужно взять одну штуку такую тут я все пооткрывала вот такой еще советских времен знаете железный разнос сейчас я его помою почищу периодически еще топится печка периодически и на печку этот разнос поставить мне надо и на него разложить ржаной хлеб я такой хлеб не ем а сухариками квадратиками порезаны периодически такой я очень редко но употребляю например когда вы делаете салат в цезарь нужны же вам такие сухарики нужны или например когда вы делаете какой-то вкусненький супчик с сухариками для своих родных и близких нужны нужны вот поэтому по этой самой причине у меня есть такие металлические подносы кто-то называет разносы кто как хочет вот такие решетки и так далее все это я все забираю это все ведь металлическое мне нужно сейчас снова все запереть поставить так вот и что я хотела сказать значит про продукты с кислыми свойствами во-первых это мясо это то что закисляет ваш организм мощно самые кислые свойства это мясо второе так обратно пути зайдем второе на втором месте как бы это ни звучало но крупные изделия крупы дорогие мои на третьем месте сыр ведь без сыра никак нельзя без домашнего особенно но дорогие мои он закисляет а раз он закисляет надо если вы кушаете сыр то это должно быть вот как я делаю в салатиках очень много руколы и много листочков салат латуки и другие мокрицы вот она мокрица рядышком вся посмотрите сколько ее сколько хотите собираете он тоже молоденькая пошла потому что верхнюю я срезала и молоденькая пошла и вот когда в сочетании сыра с мокрицы с лимончиком полили оливковым маслечком все это идеальная еда и так запомнили что сыр да сыр это кислые свойства дальше белый хлеб вот почему хлеб я в таком состоянии вот в каком обычно люди едят да не ем пшеничный хлеб дальше вот как бы ни казалось интересным водопроводная вода у кого водопровод и кто пьет эту воду он полностью себя закисляет хорошо позже все полито помыто вычищена изумительно следующее молоко но опять-таки без козьего молока мне никак нельзя я обязательно должна делать из козьего молока кефирчик козий сыр и так далее потому что ну а как косточки формируются но вы знаете что она закисляет знаете поэтому очень хорошо делать и йогурты вот берете сделали кефирчик перемололи с бананом и очень много ягод добавили ложку меда все вы этот закисленный продукт сделали слегка щелочным и вот он уже пригоден для употребления вот таким вот способом вот такие вот такая формула вот любая формула человек который знает вот эти секреты он тогда правильно может кормить своих родных и близких точно также черный кофе чай и пиво это закисляет организм продукты которые закисляют организм опять-таки подбираете чай можно с сухофруктами пить кофе добавлять туда имбирь кардамон корицу гвоздику также и в чай все и вот эти продукты которые я указала закисляя внутреннюю среду организма кровь и весь жидкостный конвейер они приводят к более напряженной работе всех биохимических и энергетических процессов дорогие мои и вот тем самым ускоряют появление различных в начале функциональных а потом и патологических изменений которые и приводят вот к этим страшным заболеваниям с которыми мы шутим просто иммунитет превращают в ничто потому что когда мы не знаем вот этих простых форм форму здоровья мы тогда просто уничтожаем себя то что иван палыч не умывакин говорил 50 на 200 если съели 50 грамм мяса значит у вас 200 грамм зелени должно быть 200 грамм овощей и фруктов только не картофель это речь идет не о картофеле совершенно нет следующее продукты с щелочными свойствами какие это продукты а это подсолнечное масло да дорогие ощелачивает кукурузное масло ощелачивает оливковое масло соевое масло капуста любая причем любой вид капусты мед хурма почему я ее очень люблю и все пророщенное это пророщенная пшеница это пророщенная микро зелень даже можно проращивать редис и кушать пророщенная чечевица пророщенный маш то что я постоянно показываю как это делать пророщенная пшеница видите виде муки это плохо а пророщенная пшеница это хорошо морковь цветная капуста до свекла банан дыня арбуз любые фрукты овощи любые все ягоды абсолютно все и вот опять таки по иван палчане умывакину все это я рассказываю только по нему и кстати в этой книге которая называется сода мифы и реальность вот как раз там он все это описывает вы все это найдете во втором здании ну а я делюсь именно с теми людьми у которых этого нет они хотят в животной пище преобладают кислые минералы кислые минералы например фосфор хлор сера другие и полностью полностью отсутствует органические кислоты а в растительной пище в которой содержится очень много органических кислот преобладают такие щелочные элементы как кальций магний калий кремний другое особенность органических кислот заключается в том что расщепляясь в организме они образуют слабые кислоты с выделением углекислого газа и воды вот это кстати способствует устранению отеков и образует щелочи вот такая простая химия происходит в организме и это нормализует ph крови а это самое главное и следовательно что делаем оздоравливаем организм повышаем иммунитет и противостоим любым вирусом господь бог распорядился настолько разумно что просто диву даешься и мне там атеисты будут что-то квакать дорогие мои я не дарвиновская обезьяна и поэтому я поражаюсь вот этой умницы всевышнему разуму всевышному единому господу богу который так сделал разумно что три четвертых даваемых им продуктов имеют щелочные свойства три четвертых и только одна четвертая одна четверть кислые такого баланса должны придерживаться и мы при организации своего питания три четверти овощи фрукты зелень ягоды и только одна четверть мясо хлебобулочные крупы это если мы хотим быть здоровы и особенно важно для лиц 21 плюс респектабельного возраста у кого полвека позади вся жизнь впереди обратите на это вот на эту формулу да три четверти зелени одна четверть мясо или там крупы и так далее я не могу сказать почему так но это именно так да и оглянитесь вот вокруг посмотрите сколько зелени и и ни одного животного как мудро правда благословений здоровья и всего самого-самого доброго вам пока пока пока